Вы сейчас говорили о западных партнёрах. Накануне Нидерланды сказали, что готовы передать Украине не 18, как планировалось, а 24 борта F-16. В общей сложности ожидается 42 истребителя для украинских лётчиков. Тем временем украинские пилоты продолжают осваивать эти самолёты. Вот как идёт подготовка и по возвращению на родину лётчики поменяются, произойдёт ротация? Ну, нельзя сказать, что это ротация. Одни приедут уже обученные, другие поедут осваивать. Ну, информации о том, что они приедут, никакой ещё нет. Поэтому не нужно торопить события, как с приездом наших лётчиков и другого персонала, который обслуживает самолёты, так и с передачей самолётов. Ну, заявлений столько много по поводу передачи того или иного количества самолётов, что мне просто приходится каждый раз, каждый раз точно подтвердить либо опровергнуть эту информацию, которую предоставляют иногда через западные средства массовой информации, и американские, и английские, ну, и европейские СМИ, в частности, пишут по информации наших источников. И вот непонятно, что за источники, непонятно, откуда появится такая информация. И, ну, приходится лавировать, так как вот Нидерланды сейчас тоже, вы говорите, заявили, что готовы. Они были готовы к передаче. Ну, и одного количества участников, чтобы учиться. Плюс некоторые самолёты пошли в румынский учебный центр, где, возможно, одними из первых будут обучаться наши лётчики. Это тоже помощь в освоении техники и на других площадках, не только в Дании и в Соединённых Штатах, где сегодня уже лётчики осваивают Аф-16 в воздухе, то есть пришли уже и там, и там на эти площадки. Поэтому много заявлений, все хотят видеть эти самолёты у нас уже в боевом составе и работающие по противнику. Но не всё так просто. Нужно дождаться всё-таки. И, конечно же, когда произойдёт уже финальная часть обучения, когда уже можно будет говорить о каких-то перспективах, понятно, что будут поэтапно направляться в те страны, где сейчас обучаются пилоты, инженеры состава, и на другие площадки новых специалистов, которые тут тоже проходят подготовку в плане изучения, как минимум, какой-то теории, обучения английского языка. Это очень важно, потому что вся документация, всё будет происходить, обслуживание техническое, программирование средств воздушного поражения, то есть, имея в виду бомбы и ракеты, всё на английском языке. Поэтому нужно знать, почему этому вопросу определяется большое внимание. Это проходит уже первая стадия здесь обучения, потом авиационная терминология и какие-то нюансы технические уже там, в странах партнёров. Вот говоря о подготовке пилотов, вы в одном из интервью сказали, что на обучении на F-16 отбирали пилотов по нескольким критериям. А какие это именно критерии? Обычные, первые я уже назвал, знание языка. Есть балл, есть определенное количество баллов, которые должен пройти лётчик. Там высокий тоже был балл, и ста там не менее, кажется, 85, если я не ошибаюсь. Ну, своя система оценивания, естественно. Далее, боевой опыт. Безусловно, должен быть лётчик, который закончил как минимум Харьковский университет наших воздушных сил, имеет опыт не менее там 200-300, а то ли 500 часов налёта. Да, это разные лётчики могут быть, но это должны быть именно пилоты с опытом полётов, налётом часов и боевым опытом. Ну, далее рассматривалось, естественно, что есть какие-то ограничения по возрасту. Мы не можем посылать обучаться на перспективный самолёт людей, у которых нет перспективы дальнейшей службы. Одним из первых. Возможно, потом, да, можно и более возрастных пилотов. Но сейчас ставка на молодёжь, которая будет вскоре летать в Украине, воевать в Украине, и станет наставниками для уже своих ещё младших коллег. Поэтому возраст, понятно, перспектива прохождения военной службы. Лётчики должны понимать, что обучаясь на этот тип, они должны сделать свой вклад в защиту государства. Таким образом, не на один год, не на два прийти, чтобы освоить этот самолёт и защищать страну. Вот эти критерии основные должны быть у каждого пилота, у той первой партии пилотов, которая поехала. Эти все параметры, так говорится, и критерии были соответственны. Потом уже направлялись ещё группа пилотов, вы знаете, в Аризону. Соединённые Штаты тоже молодые лётчики, у которых есть перспектива, есть мотивация, есть боевой опыт. Это вот я вот так кратко сказал. Ну и плюс выпускники прошлого уже года, получается, 23-го, летом выпустились, и их направили в Британию для того, чтобы более обширная программа, более долгий курс подготовки, там до двух лет, но всё-таки будут они обучаться по всем параметрам с переходом потом на новый тип самолёта. Буквально вчера генерал Наев заявил, что F-16 в Украину прибудут уже с ракетами дальностью от 300 до 500 километров. Хочу, чтобы вы тоже прокомментировали это заявление. И снова-таки, условия партнёров есть, это не бить по военным целям в тылу страны агрессора. Ну, какие условия? Ну, это договорённость какая-то, наверное, так я же официально там тоже никто ничего не говорил, скажем прямо, да. Ну, то есть есть соглашения определённые по разным типам вооружений, поэтому мы можем так это комментировать. Далее, генерал Наев говорил в целом про F-16. Я не видел контекста всего, сообщения или интервью, что это было, но пошла вот эта вот информация кратенькая, да, одно предложение, ну, как у нас любят многие СМИ, брать и выдавать как хайп, да, как информацию, которая очень нравится, наверное, да, и набирает больше просмотров. Ну, я думаю, что F-16, которые прибудут в нашу страну, они не прибудут с пустыми карманами, скажем прямо. Они будут оснащены, то есть в дополнение к ним будут идти комплекты вооружения, безусловно. Это многоцелевой самолёт, спектр вооружения, ну, очень широкий, F-16, там есть всё, и управляемые аэробомбы, и авиационные ракеты, и другое вооружение, которое десятки может нести у себя под крыльями для разных задач, для выполнения задач в небе, по правительству воздушным целям любых, кроме баллистики, конечно. Также удары по земле, по наземным целям и надводным целям. Это ракеты Горкун, как вы знаете. Поэтому, ну, условно, ракеты от 300 до 500, это одно из типов вооружений, которое может быть. Я не думаю, что нам дают самолёты, чтобы мы просто на них летали. Нам дают самолёты, чтобы мы на них воевали. Чтобы воевать, нужен комплект вооружения. И какой он будет, узнаем, уже когда прибудет самолёты. Субтитры создавал DimaTorzok